Капперы, капперы, капперы. Все вы наверное видели различную рекламу в большинстве в инстаграме с псевдомиллионерами, которые обещают вам безмерные богатства, если перейдете в их телеграм-канал. В этом выпуске я расскажу про все мошеннические схемы капперов, трейдеров и взломщиков казино, а также расскажу кто из популярных личностей блогеров занимался или занимается этим. Ну а чтобы ничего не пропустить, досмотрите до конца. А сейчас заставка. Листая сторис и ленту инстаграма, я часто натыкался на различных капперов, трейдеров и взломщиков казино, и мною других мошенников, и практически все были на других машинах или сбрасывались деньгами. В общем делали все, чтобы жертва поняла, что они скажут за богат, но на самом деле они не те за кого себя выдавят. И в большинстве машины урядованные, а деньги фальшивые. И запомните, суть их работы одна, это выманить у вас деньги. В большинстве они продвигаются через таргетированную рекламу инстаграм, но есть, например, такие, которые спамят в комментариях у блогера, как, например, этот человек. Он вважает, что он миллионер и что карманы лопаются. На деле же, передая на его страницу, мы видим, что он приглашает в его телеграм-канал, где он обещает, что мы разбогатеем. Перейдя по этому и некоторым другим телеграм-каналам, я понял, что у каждого разные способы выманивания денег. Теперь дает два способа, самые простые, это доктор, вы скидываете деньги каперу, или же закидываете на свой баланс и отдаете ему пароль. И он обещает раскрутить ваш баланс, например, в 10 раз, а 20% с этих денег забирает себе. Например, в этом телеграм-канале вы скидываете ему 50 тысяч тенге, то есть примерно 9 тысяч рублей. И он обещает вернуть примерно 280 тысяч тенге, то есть это уже 50 тысяч рублей. На деле же он заберет все деньги себе, вам скинет скиншот, что проиграл, и просто заблокирует вас. Если же вы попланили свой аккаунт и дали ему пароль от него, он просто проиграет все деньги. Но поскольку вы зарегистрировались по его партнерской ссылке, он получит процент с проигрышей. И заблокирует, либо предложит попробовать еще раз, но, к примеру, вы даете только половину денег. Это стимулирует дать ему еще больше денег, чтобы уторгать те, которые вы проиграли. Но он их опять проиграет. Вторая схема, это просто телеграм-канал, в котором есть бесплатные прогнозы. И платные, или же веб-чат. Такие телеграм-каналы больше всего не сотрудничают с бубкмекерскими конторами. И у них нет партнерских ссылок. У них зарабатывают только на веб-чатах или платных прогнозах. Бесплатные прогнозы же иногда заходят, иногда нет. Но они всегда скидывают скрины, что в веб-чатах все заходит хорошо и без проблем. Но в большинстве случаев вы потратите деньги на веб-чат или платный прогноз, и еще проиграете те деньги, которые закинули на баланс. Также в этих телеграм-каналах есть якобы масса отзывов, даже видео. Но они все поддельные. Но естественно это вызывает больше доверия. Они делают еще много приемов, которые вызывают больше доверия. К примеру, голосовые сообщения, фото паспорта и мною другое. Так у вас складывается ощущение, что им нечего скрывать. Есть каналы даже с якобы договорными матчами. Они не дают никаких пробников. Ничего, вы просто у них покупаете этот якобы договорный матч. Как к примеру, этот канал. Цена всего 5000 рублей. А коэффициент 15+. Вы слышите? 15 плюс! Всего за 5000 рублей. Но это вред. Естественно договорные матчи существуют. Но цена этой информации в сотни раз дороже. Никто вам такую информацию всего за 5000 рублей не отдаст. Также в описании этого телеграм-канала пишут, что если вы проиграете, то вам певнут деньги. Но это все тоже ложь. И вас просто заблокируют. Также есть еще интересный. Это псевдо-трейдеры. Ну и конечно же не отрицаю, что есть реальные трейдеры, которые реально зарабатывают на это. А не на обмене людей. Но мы сейчас поговорим о других. В их схеме вы обязательно должны зарегистрироваться по их ссылке. И обязательно внести любой депозит. Тогда вам дадут доступ в вип-чат. Естественно это вызывает доверие. Простого пользователя. Ведь на никакие деньги вы никому не отдаёте. Пароль от аккаунта тоже. Все звучит убедительно. И он объясняет это тем, что торговая площадка платит ему процент за оборот денежных средств. Но на самом деле площадка платит не за оборот, а за проигранные вами деньги. То есть к примеру вы пополнили счёт на 1000 рублей и полностью проиграли. Туда уже к примеру 50% отправляются конторе, а 50% нашему трейдеру. Если вы выигрываете, то 50% платит конторе, а 50% трейдер. Следовательно ему не выгодно, чтобы вы выигрывали. И когда вы вступите в его вип-чат, вы просто по его сигналам проиграете все деньги. И ещё по сути этот трейдинг это те же ставки, потому что они работают на таких платформах, как Binomo, OlympTrade и другие. Где вы не приобретаете акции или другие ценные активы. Как делают реальные трейдеры, вы просто составите ставки на их рост или падение. Так что можно считать, что это та же схема. Как с уставками, просто с другим названием. Есть все те же средства убеждения. К примеру личный менеджер, который вам поможет. Различные мастер-классы и мною другое. Но это всё же не самое интересное. Есть ещё взломщики казино, и они также работают по рефериальной ссылке. Например в этом канале он говорит, что не занимается ни капельством, ни прогнозом. Это тоже вызывает немного доверия к людям, ибо многие знают, что в ставках очень много мошенников. Так вот, вы должны обязательно зарегистрироваться по его реферальной ссылке. Но он не говорит, что это рефералка. А говорит, что якобы в этой ссылке заложен код. Потом вы должны провести с какой-то игрой определенные действия, которые он просто выдумал. С которых вы сможете обыграть казино. И потом заплатите ему 15%. На деле же вы просто проиграете все деньги, а он получит свой процент от вашего пророжа. Также я нашёл ещё один очень интересный канал, в котором он рассказывает, как он сначала учился в универе, а потом попал в отдел разработки казино. Якобы после трёх лет работы он понял, сколько много дыр в системе. Сначала он якобы зарабатывал по 20-60 долларов. Потом лавочку прикрыли. А теперь якобы это срабатывает лишь один раз на одном аккаунте. Дальше я решил перейти по его ссылке, где меня встречает не казино, а его сайт, на котором нужно нажать старт. Якобы идёт соединение с сервером. Из казино потом идёт запуск алгоритм и куча непонятных символов. У нас и нас просто при направляет на сайт казино. Естественно, это вызывает доверие простых пользователей. Но на самом деле, посмотрев код данного сайта, мы видим, что никаких и никуда соединений нет. Эта анимация просто для того, чтобы пользователь поверил, что это идёт запуск какого-то алгоритма. Потом вы выполняете баланс и проверяете. И ему идёт процент от вашего права рожа. Ещё я раз наткнулся на один телеграм-канал, в котором есть якобы успешный трейдер. Ищут людей для вывода денег. Она так выводит, чтобы якобы идти в службу надзора. Она просто выводит деньги на карту и часть выставляет о себе. И я решил ей написать. И она попросила скинуть ей 1000 рублей, чтобы убедиться, что вы её не обманите. Но как по мне, это самая тупая схема. И на неё никто не ведётся. Хотя, я могу ошибаться. Дальше идут те, которые ну очень много зарабатывают на ставках. Например, Никита Маркин. Типичный капер, который работает по первой схеме, о которой я рассказал сначала. Он работал в Тиргам-канале, но на его канал повесили метку скам. Потом он просто взял и начал продавать раскрутку счёта в Инстаграм. На деле же он брал этот миальный депюзит, забирал себе и скидывал фейс-краншоты, что деньги он проиграл. Но вы можете сказать, что в сторис он показывает, как спешно раскладываются счета людей. И прикол в том, что он реально им скидывает деньги и фейс-краншоты, на которых он выигрывает. Он это делает для того, чтобы было больше доверия. Это работает как сарафанное радио. Но или он расскажет знакомым, и он уже их обманет. Также ещё много блогеров занимаются мушенничеством вставках. Такие как Субу, Литвин, Муроз, Дава, Динат Гумера, Гусейн Гасана и другие. Я не буду рассказывать, как они все обманывают. Можете посмотреть на ютубе. Там есть куча различных разоблачений. Все ссылки я прикреплю в описании. Но в большинстве они просто берут деньги за раскрутку счета себе и говорят, что они проиграли. И блокируют их клиентов. И на эти деньги так роскошно живут. Даже такой блогер, от которого никто этого не ожидал, занимался этим. Это Дима Гордей. Откуда вы думали, у него деньги на ламп? Он создал две якобы беспроигрышные схемы по стапу. Гоу-дин и Гоу-два. По баскетболу и по теннису. Естественно, эти стратегии были нерабочными. И вы бы проиграли свои деньги. Ещё и потратили 10 тысяч рублей за эти стратегии. Так в чём же суть данного видеоролика? А в том, что нет никаких беспроигрышных стратегий, с которыми вы можете стать богатым. Ни по ставкам, ни по казино, нигде. Заработать в интернете можно, но точно не таким способом. Нужно много работать. Поэтому не уведитесь на это. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Ну и всем пока.